Спонсор этого видео сервис Surferner. Хочешь купить себе премиумный аккаунт, присмотрел себе премтанк или просто нужна голда, но тебе не хватает денег? Тогда переходи по ссылке, устанавливай бесплатное расширение для браузера и начинай зарабатывать реальные деньги на просмотре рекламы и выполнении простых заданий. Также ты можешь участвовать в классной партнерке и зарабатывать еще больше. Сервис абсолютно законный, поэтому не очкуй. Ссылка будет в описании. Всем привет, дорогие друзья и любители танковых побоищ. Сегодня у нас в гостях самый адский фугасный нагибатор. Его никнейм Силар Про и этот парень уже был как-то раз у меня на канале, но если в том сражении он показал просто какой-то классный бой, то в этом, ну, я не знаю. Сказать, что это шедевр, это ничего не сказать. В общем, видим мы, что в самом начале сражения занимает наш герой такую вот кемперскую позицию для отстрела рудника и первым на очереди становится вражеский леопардик, подставив свою мягкую мякушку под 183-мм фугас. И казалось бы, ну, можно на этом как-то, знаете, слегка степениться. Вроде бы ты вжарил по леопарду, видишь ты, что союзник один на ФК в виде мойсхина. Но это все не останавливает нашего героя. Он сейчас на всех парах несется к подножью рудника, дабы там пристроить куда-нибудь свой очередной фугас. И это довольно-таки смелое решение, потому что, ну, как правило, здесь происходят самые такие жаркие сражения, но никого нет. Вот два противника уехали на рудник, точнее заехали, и кавалерист подставил свою кормушку под очередной фугас нашего бойца. Конечно, знаете, вот эта упорка, эта наглость, она, ну, так сказать, вознаграждается рандомом. Никто его здесь не законтрил, не зафокусил, и благодаря этому он сумел вжарить кавалеристу. Но что мы видим? Вражеский бабаховод такой же отмороженный, такой же бесстрашный, но ему, к счастью, не везет, так как нашему герою и он не пробивает бабаху. Да уж, друзья, конечно, довольно-таки интересное начало, ну, хотя уже прошло почти две минуты этого сражения, но все-таки это только начало. Ну что ж, видим мы, что Силар уже настолько обнаглел от своей безнаказанности, что выезжает чуть ли не на центр. Хотел он прокинуть по вражескому вазику, но фугас не зашел. Хотя, знаете, это еще с какой стороны взглянуть? На самом деле, фугас на 706, это как бы очень даже не слабо, и мне кажется, что не каждый танк способен на такое. И вот вражеский ПТ-вод уже совсем отморозился. Видимо, он тоже охренел от такой наглости, что решил упороться. За это, естественно, отправился в ангар. Да уж, друзья, конечно, сражение действительно очень необычное. ПТ-воды здесь действительно наглые, адские, упоротые и бесстрашные. Но в целом, несмотря ни на что, несмотря даже на то, что у нашего героя уже 5000 нанесенного урона, наша команда все-таки сливается. Счет уже 2-4 не в нашу пользу. Рудник все-таки захвачен. Противники там окопались. Да тут еще и слева вафлевод выкатывается, и за это отправляется в ангар. Да уж, ребятки, ну что ты будешь делать с таким бабаха-дрочером? Уж простите, по-другому не могу я сказать. Как он здесь раскидывает всех направо и налево? И что там говорить? Он уже настолько охренел, что заезжает на сам рудник. Он ничего не боится, просто вкатывает. И вот маленький кавалерист, к своему несчастью, не замечает его. За это и отправляется в ангар. Вернул ему наш герой, так сказать, сдачу за тот выстрел на 514. И теперь уже наша бабаха продвигается по руднику. ИС-8 его чекнул, но уже ничего не может сделать. Всего лишь кидает на 397, и за это отправляется в ангар. Ой, ребятки, не знаю даже, если бы я попал против такого ПТ-вода, которому, ну, знаете, все дороги открыты, каждый снаряд на фулку. Тебя не пробивают. Ну, я бы, наверное, удалил игру, честное слово. Но через часок примерно я бы ее опять скачал, но это уже совсем другая история. Итак, Мойсхин пытался размять корму нашего АФК-шного союзника, но не тут-то было. Наш Силар не дремлет. Нет, уже 8 тысяч он накидал и пишет Вазику, дай, плиз, у меня типа 9К урона. Но Вазик не так прост. Пытается он задрать свой ствол, но, друзья, не тут-то было. К счастью для Силара, у китайских ПТ с этим есть проблемы. Ну что ж, дорогие друзья, вот такое вот сражение. Я даже это, наверное, сражением назвать не могу. Это просто какое-то изнасилование. 9 тысяч урона исключительно на фугасах. Боже, это что-то невероятное. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у меня все. Если вам понравилось это сражение, то обязательно подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok